Формула успеха собрала победителей районных этапов фестиваля. Они проходили с 10 по 16 октября для школьников с 13 до 17 лет. И уже здесь, на стадионе детско-юношеской спортивной школы номер один, эти 10 команд готовы были к любым состязаниям. Мы молодежь 21 века, всегда и везде мы добьемся успеха! У них такой творческий конкурс. Они проходят 5 станций, и эти станции и спортивные, и творческие. И здесь в основном формирование командного духа, то есть это командное участие. Различные испытания проводились по пяти тематическим направлениям. Например, берегись автомобиля. На станции ГАИ оценивались знания ребят по правилам дорожного движения. Также их учили распознавать сигналы и жесты регулировщика. И даже самим разрешили побывать в роли автоинспекторов. Мы оцениваем по пятибалльной шкале, как и все. И вторая станция, нужно собрать дорожные знаки с пазлом и сказать, как называется каждый знак и что он обозначает. Школьникам предстояло посостязаться и в других направлениях. Даже за короткое время сделать классную молодежную прическу. Творчество спасет мир. Ребята отгадывали автора по очереди Растишью и делали прически. Ну вот, как вы можете заметить, такую красоту. А моя профессия, ребята отгадывали по ключевым словам, название профессии. Большее оживление, конечно, наблюдалось там, где нужно было продемонстрировать свои спортивные возможности. Это издача норм ГТО и участие в веселых стартах. Здравствуйте! Здравствуйте! Организаторами фестиваля стал городской отдел по делам несовершеннолетних. Управление по образованию и науке, управление молодежной политики, департамент физической культуры и спорта и управление культурой администрации города. Сплачиваемся в команды и какой-то внутри возникает командный дух, который помогает нам двигаться вперед. И это становиться дружнее и объединяться и приходить всегда на выручку друг к другу. Цель одна – не разделять детей на трудных и успешных, а дать возможность всем в одинаковых условиях проявить себя, будь то спорт, творчество или даже профессиональное мастерство. Гелена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.